Сегодня в Крае наградили 9 авторов лучших инновационных проектов. Они получили денежные премии среди лауреатов специалисты Бийского технологического института. Сотрудники Бийского технологического института создали уникальный продукт – полимерную целлюлозу. Это и клей, загуститель, влагоудержатель и связыватель различных веществ одновременно. По словам разработчиков, их проекту везде найдется применение. Данный продукт очень востребован на рынке на сегодняшний день. Применяется он в таких производствах, как строительные материалы, керамика, парфюмерно-косметические товары. И, безусловно, является неотъемлемой частью буровых растворов при нефтедобыче. Нефтегазовые компании используют полимерную целлюлозу как связыватель грунта при бурении почвы. Тогда земля не проваливается в скважину. Косметические компании добавляют целлюлозу в крема для стойкости, а пищевые – в желе и майонеза. Безусловно, это экологически чистый продукт, который не имеет ни вкуса, ни запаха, никаких токсичных элементов. То есть он полностью безвреден для потребителя. Это как наполнитель. Без наполнителей, как и без консервантов, продукты просто не могут некоторые существовать. У разработки алтайских ученых есть и зарубежные аналоги. Целлюлозу производят Китай и США. Только стоимость этих продуктов в два раза выше. Да и химическая формула проще. Поэтому всероссийские компании закупают полимерную целлюлозу именно у бийчан. У нас свое производство, разработанное в городе Бийске. И один из немаловажных факторов – это то, что мы используем российскую сырьевую базу, а именно целлюлозу древесную, производимую нашими целлюлозобумажными комбинатами. То есть у нас, как видели, у нас была вода с вами. А теперь вот что у нас с вами получилось. Достаточно вязкая, пруга и жидкость. Детали технологического процесса ученые, конечно, хранят втайне. В готовом виде инновационный продукт выглядит как обычный белый порошок. Его создание – целая история. Три года слаженной работы были отмечены дипломом. Ольга Штополь, Екатерина Питунина, Дмитрий Козерлыга. Новости.